Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня мы представляем вам краткий обзор событий, которые прошли у нас на стадионе за неделю. У нас на стадионе состоялся традиционный, уже 11-й турнир, розыгрыш Кубка заслуженного мастера спорта Юрия Васильевича Гаврилова. В розыгрыше Кубка приняли участие сборные школ. Об этом краткий сюжетик. Сегодня мы проводим в 11-й раз Кубок заслуженного мастера спорта России Юрия Васильевича Гаврилова, Кубок по футболу. Ну, что хочется отметить, что в этот раз, как никогда, я отмечаю организацию сборных команд школ. Учителя физкультуры подошли к этому мероприятию очень серьезно. В общем-то, видно по игре, что идет борьба. Ждем награждения. Ну, победит сильнейший. Турнир походит очень такой на хорошем, высоком спортивном уровне. Очень интересно. Поэтому посмотрим. Может быть, на самом деле, какой-то другой месяц сам подберем для проведения. И, может быть, побольше будет команд участвовать. Надеемся на это. Ну, и хотелось бы поблагодарить организаторов здесь, руководство спортивных организаций, школ, лицеев, для того, чтобы они так вот в дальнейшем находили возможность для организации этого турнира. Потому что самый главный момент проведения этого турнира – это наибольшее число детей, участников привлечения сюда для проведения этого турнира. Ну, вот, кажется, наши участники год от года все-таки уровень возрастает. Вот видно, что прибавляют. Ну, во-первых, мне хочется, в общем-то, так отметить, что, видимо, школа работает, нормально работает. Вот, дети участвуют на переносе города, на переносе области, районов и так далее. Вот. Поэтому те дети, которые, в общем-то, я так понимаю, что регулярно занимаются, у них и прогресс налицо. Ну, сегодня был напряженный турнир. Все готовились, атмосфера была очень хорошая. У нас, ну, большинство у нас были из 2000 года ребята, седьмой класс. Ну, то есть у большинства команд были такие рослые игроки, уже хорошие, натренированные. Но за счет коллектива и хорошей атмосферы в команде мы победили. Мы выступаем сегодня в традиционном турнире Кубок Юрия Васильевича Гаврилова. Мы каждый год принимаем в нем участие. Для ребят этот турнир, они его ждут с большим удовольствием, всегда спрашивают. В этом году сроки немножко перенесли. Мы проводили в ноябре, сейчас пораньше, в октябре. Но все равно единственное пожелание к представителям турнира, что перенести на весну, когда ребята уже только начинают подготовку уже к новому сезону. А сейчас многие игроки отсутствуют основные, потому что у них свои еще турниры по футболу. Но все равно те игроки, которые участвуют с большим удовольствием, в любую погоду принимают участие. Хотелось бы отметить, организация проходит на хорошем уровне. Организованы судьи, раздевалки, поле подготовлено. То есть все условия для ребят, которые и даже не выступают за ребят, которые в спортивной школе, а принимают просто за свои школы. Лицей в этот раз мы выставили две команды. Девятый и младший у нас выступили, заняли второе место. Вот сейчас начнется турнир среди десятых-одиннадцать, где мы выступаем за третье и четвертое место. Я еще раз вас поздравляю с окончанием вечериного футбола. Вы проходили интересно, с хорошим настроением. Ну, кто, как бы, добились результата, награды свои получат. Ну, а те, кто кому не удалось, ну, так далее, то на будущий год было... Первое место. Гимназия номер один. Нет, третье место. Гимназия номер один. Ваши группы. Третье место. Гимназия номер два. Кандидат, бегом, бегом. Так, держи. Поздравляю. И команде. Можно? Давай, стынай. Давай, стынай. Давай, давай, стынай. А мы-то тут так. Все. Второе место. Занял лицей номер один. Ну, нормально-то, видите, а ты че ты не скажешь? Все. Мы команда. Мы команда. Давай, поздравляем вас. Давайте, забирайте медали. Раздадите. Раздадите. Своим друзьям. И первое место за заниманием Кубка. Это четвертая школа. Поздравляю. Так, у старших. Какой Кубок? Второй. У старших. Кто третий? У старших, кто третий. А сюда, медали, вот сюда положатся. Потом раздадь. Друзьям. Давай. Не уронить. У старших монастой группы литериста залила гимназия номер один. Один. Ага. Раз... Наверное, очередь, да. Так, разButtoius, катенную группу. Не אתה. Не тебе! Аплодисменты Ветеранов Спартака, если город пригласит у нас на следующий год Мы всегда с удовольствием откликаемся на такого рода мероприятия Почему? Потому что Краснознаменск город закрытый И не так часто футболисты, заслуженные мастера спорта и международного класса Не очень часто имеют возможность попасть сюда Поэтому, если поступит предложение, конечно, мы с удовольствием И это будет очень интересно Не только для молодежи, но и для жителей города Еще раз, как говорится, пообщаться с футболистами Которые в свое время защищали свой клуб И цвета сборной команды Советского Союза России Защищали неплохо Да, защищали неплохо Поэтому, я думаю, что это очень хороший, говорится, момент Для проведения какого-то очередного мероприятия Не знаю, будет ли спортивный праздник, или день города Ну, мы с удовольствием приедем сюда И еще один вопрос, не касаемо сегодняшнего турнира Но интересует мнение недавнего матча воскресного Спартак-ЦСКА Ну, мнение какое? Ну, сам результат говорит за себя Поэтому, если говорить о Спартаке То Спартак, в общем-то, и в этом году, и в прошлом году Не очень-то стабильно выступает Это видно по составу, то состав меняется И, в общем-то, нет командной игры, будем так откровенно говоря А то, что касается ЦСКА ЦСКА, она уже на протяжении многих лет Она ведет борьбу все время за первые места Поэтому, наверняка, и в этом году У них будет стоять задача выиграть первое место Ну, команда, в общем, по сравнению со Спартаком Ну, будем так говорить Ну, не претерпела очень больших изменений Были, конечно, изменения, как в любой команде Ну, нет Вагнера, да Есть сейчас другой футболист, который там Есть Мусаа там и так далее Вот Ну, к сожалению, будем так говорить Что в Спартаке такого нет Тоже были приобретения Но приобретения пока что не дают, видимо, тех результатов Которых ждут от них Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok